У нас немного громко сегодня и запахло жареным, но об этом чуточку позже. Всем привет, друзья! Это программа Наш Спорт. Меня зовут Андрей Грибов. И сегодня в выпуске вы увидите... Берегите свои уши. Сегодня мы покажем вам, пожалуй, самые громкие соревнования. Практическая стрельба. Что это за вид спорта такой? С профессиональным фитнес-инструктором покажем, как размять все свое тело после тяжелого рабочего дня. Внимание! Не беспокойтесь, мы не на боевых действиях, а на соревнованиях по практической стрельбе. Но сначала немного истории. Точкой отсчета практической стрельбы считается 19 век, когда в США появились револьверы. Владельцы оружия хотели совершенствовать свои навыки и поэтому в середине 20 века в Калифорнии начали проводить первые стрелковые турниры. Практическая стрельба у нас важно попадание в мишень, но за минимальный промежуток времени. То есть в реальной жизни никто вам не даст время там целиться, что-то делать. Вот, соответственно, в практической стрельбе вы проходите упражнения, набираете какие-то очки, и эти очки делятся на ваше время прохождения. Соответственно, вы пытаетесь все это сделать как можно быстрее. То есть задача попасть для стрелка практика – это уже пройденная задача. Надо это сделать быстрее других. На соревнованиях было 30 стрелков. Участвовали и гражданские, и уже обученные военные. Но наше внимание больше привлекла молодая хрупкая девушка Лиза, которую называют восходящей звездой практической стрельбы. Кто тебе привел любовь к этому спорту? Просто давно хотела пострелять. Привели вместе с папой под шрифтир. Нам рассказали, что, оказывается, можно просто стрелять в зеленую квадратную мишень, стоя, с обмундированием на время. И что вообще это спорт такой? Стрелок занимается с февраля. То есть для человека, который занимается с февраля, ну, вы увидите, может, как она стреляет. То есть, ну, я считаю, то есть года через два, как минимум, чемпионка России, года через четыре, чем черт не шутит, может быть чемпионка мира. Ну, раз Лиза уже восходящая звезда, то, наверное, у нее есть некоторые секретные тренировки. Или нет? Как вообще тренируются стрелки вне полигона? Стрелки дома, используя макеты, отрабатывают все то же самое, что можно делать в серии, только без патронов. А как-то руки подготавливаешь? Ну, то есть, например, физические упражнения на руки делать, чтобы не дрожал рука? Я ничего конкретно не делаю, пыталась работать со спиндером, но просто плоские тренировки уже достаточно подключили на руки. Передо мной сейчас лежит почти вся экипировка спортсмена на данных соревнованиях. Пояс, на котором есть подсобники, в них магазины заряжены, также здесь кабура, очень интересная, нестандартная, мы наблюдаем, в которую вставляется, собственно, пистолет. Сам пистолет лежит, наушнички, которые надеть, чтобы не было так слышно звуков выстрела. Ну и обязательно, конечно, очки, чтобы обезопасить свои глаза. Безопасность – это отдельный и большой пункт в подобных соревнованиях. Ожидающие своей очереди спортсмены находятся поодаль за стреляющим и не должны попадать в поле его зрения. Это делается не только ради безопасности, но и для того, чтобы стрелка не отвлекали. И, конечно, участникам ни в коем случае, ни при каких условиях нельзя направлять ствол пистолета в сторону людей. Если это случится, то спортсмен в ту же секунду дисквалифицируется. Что от себя могу сказать? Соревнования по практической стрельбе – это очень интересно и очень шумно. Ну и вообще, я надеюсь, что именно навыки спортсменам пригодятся только в рамках соревнований и нигде больше. Ну что, с этим разобрались. Теперь, друзья, кажется, нужно немножечко подтянуться. Давайте двигаться дальше. Вас впереди ждет хорошая зарядка. Итак, мои дорогие любители спорта, да, сейчас прервем нашу программу на небольшую вечернюю зарядку, которая вам пригодится после усердного рабочего дня. В этом мне поможет профессиональный фитнес-инструктор Виктор Шевченко. Виктор, привет. Привет, Стойте. Итак, Андрей, смотри, для начала я хотел бы тебя попросить постановку ног сделать на ширине плеч, встать ровно и осуществлять подъем ног перед собой высоко, шагая таким образом на месте. Какие мышцы у нас разминаются в этот момент? Здесь очень хорошо разминка идет квадрицеса и бицепс бедра. Это упражнение хорошо подходит для тех людей, кто на работе сидел целый рабочий день, работая, засиделись ноги, ноги оттекли. Второе упражнение – старое доброе вращение бедрами. Так что ноги на ширине плеч, ручки на талию и погнали. Страсть на стопы держать полностью твердой к земле. Носочки, ног не отрывать. Это не должно прям быть панацея, да, то есть, чтобы ты чувствовал какую-то боль. Это должно быть легкое натяжение, чтобы ты снимал напряжение именно с поясничного отдела. Это упражнение хорошо подходит для тех, кто, опять же, всю, весь, точнее, рабочий день находился за компьютером, либо на работе, крутя баранку, как водители, да, например, автобусов, таксистов. Это упражнение хорошо подходит именно для них, потому что таз, мышцы поясницы – это все то, что у нас находится в напряжении на протяжении всего рабочего дня. Следующее упражнение – это боковые наклоны. По 15 повторений на каждую сторону вполне достаточно. Я правильно понимаю, что мы такими наклонами растягиваем мышцы спины еще? Мышцы спины и корон. Теперь разминаем тело, именно корпус, а именно с помощью, я так понимаю, поворота в сторону. Конечно, да. Какие мышцы здесь? По 10 повторений вполне достаточно. Здесь также хорошо задействуются косые мышцы живота и мышцы кора. Ну, тут это, сильно не переусердствуйте, чтобы как крышечка на минералке так не закрутиться. А сейчас будем разминать самую, самую, самую проблемную часть у всех – это шея. Итак, начинаем мы с поворотов шеи влево и вправо. По 10 повторений на каждую сторону вполне достаточно. А теперь достаем ковер, друзья. Стелим его на пол. Ну, если у вас на полу есть уже ковер, то не надо. И начинаем упражнение делать в горизонтальной плоскости, я так понимаю. Первое упражнение какое, Виктор, будет? Это упражнение направлено на то, чтобы полностью в комплексе сделать растяжку всех мышц. Итак, мы встаем в позу в ребенка. И стараемся себя полностью растянуть. Следующее упражнение – кошка. Это упражнение хорошо подходит для тех, кто целый день ходил, сидел, стоял. Упражнение хорошо подходит, почему? Потому что оно снимает напряжение абсолютно с всего тела. А также хорошо растягивает мышцы позвоночника. Но оно не такое простое, как вы думаете. Итак, следующее упражнение будет у нас сосредоточено на нижнюю часть пресса. Нужно будет сделать полностью лечь, ноги приподнять правильно и делать поочередные махи ногами. Чем ниже вы опускаете ноги, но не касаясь пола либо земли, тем тяжелее выполнять. Ты чувствуешь, как на движении работают мышцы? Очень! Итак, друзья, повторяйте такие зарядки каждый день после работы, и тогда ваше тело будет всегда в правильной кондиции, а ложиться вы будете максимально расслаблены, спать. Запомнили? Записали? Молодцы! А теперь продолжаем наш программ. А продолжать будем новостями спорта. И начнем, пожалуй, с футбола. Футбольный клуб «Енисей» провел первый матч в Футбольной национальной лиге в новом сезоне. Играли против команды «Текстильщик». Единственный гол был забит в самом конце матча. В добавленное время результативный удар нанес нападающий красноярцев Артем Делькин. Во втором туре, который состоится 13 июля, наша команда встретится с футбольным клубом «Чертаново». Теперь ждем от ребят только побед. Ну и возможный выход в Премьер-лигу. Следующая новость прилетает к нам из Неаполя, потому что именно там проходит юбилейная 30-я летняя универсиада. За медали соревнуются сборные студентов более чем из 100 стран. А разыграно будет 222 награды в 18 видах спорта. Сейчас в медальном зачете, правда, лидирует Япония. А Россия пока расположилась на четвертом месте. В активе нашей команды 8 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Универсиада продлится до 14 июля. Ну и добавим немного забавных околоспортивных новостей в конце. По планете шагает «Боттлкап челлендж». Задача этого челленджа в том, чтобы открыть бутылку воды ударом ноги с разворотом. Забава всем так полюбилась и стала настолько популярной, что, конечно же, к ней присоединились и знаменитости. Из мира футбола отличились Златан Драгимович... И Поль Погба. Ну, кто бы мог подумать, что этих двух именитых футболистов делает 11-летний парнишка из России. Иван Журавлев. Именно так зовут нашего героя. Он смог ударом Рабона отправить мяч четко в крышечку бутылки, которая открылась. И челлендж был выполнен. С такими талантами за наш футбол уж точно не стоит бояться. И он в надежных ногах, наверное, правильнее сказать. На этом все, друзья. Будем с вами прощаться. Это была передача «Наш спорт». Меня зовут Андрей Грибов. Любите спорт, занимайтесь спортом и обязательно за ним следите на телеканале Енисей. Всем пока!